Густой, тёмный, клубистый пепловый шлейф от Исполина, который теперь знаменит на весь мир, растянулся уже на тысячи километров. Наблюдать за этим поистине историческим событием с достаточно близкого расстояния и делиться уникальными кадрами с Большой Землёй сегодня имеют возможность только сотрудники Кранотского заповедника. Наблюдаем. Интересно очень. Погода стоит чудесная. Просыпаются медведи, уже одного видели. Есть следы. Орланы. Тоже смотрят. Не боятся. Ежедневно мы отслеживаем, будем дальше отслеживать, как тут всё происходит. Ну, соответственно, и докладывать в контору нашего заповедника. Власти региона не исключают, что массовый интерес к вулкану, который спал без малого 250 лет, может привести к плачевным последствиям. Тем более, что специалисты пока не знают, как поведёт себя Исполин. Лавовое извержение может начаться в любую минуту. Самое интересное и самое сложное в том, что вулкан в историческое время не извергался. И мы даже не можем оценить, нет опыта, наблюдений, как он работал в какие-то времена. В таком же режиме вулкан может работать несколько недель, несколько месяцев. А дальше вот будет видно, то ли лавовый поток, то ли более сильные события, то ли прекратится извержение. В погоне за горячими кадрами или из праздного любопытства, полагаясь на многолетний опыт, в зону риска попадают туристы, экстремалы, а также кино и фотодокументалисты. Между тем, власти региона не исключают, что непредсказуемый вулкан может быть опасен и для остального населения Камчатки. Реализованные пепловые шлейфы могут представить опасность для полётов по международным и местным авиаллеям. В связи с этим, диспетчерская служба управления движения воздушных судов рассылает предупреждение воздушных судов по местным международным путям сообщения. Также диспетчерами управления движения воздушных судов предлагается командирам воздушных судов изменять маршруты. Подготовьте все методические рекомендации, направьте в адрес органов местного управления, в том числе по защите органов дыхания для населения. Как там окна закрывать, какие меры необходимо предпринять, в том числе пусть они информируют население о том, какие риски возникли в связи с извержением вулкана. Участники оперативного совещания рассмотрели все возможные сценарии неблагоприятного развития событий. Так, ближе всего к вулкану находится Паужецкая энергетическая станция, которая обеспечивает электричеством посёлки Озерновский и Запорожье. Как пояснили специалисты, в случае интенсивного выпадения пепла геотермальная станция будет остановлена, а населённые пункты придётся переводить на резервные источники питания. Сергей Хабаров поручил оперативным службам и главам муниципальных образований подготовиться к любому повороту событий. В свою очередь, оценкой ситуации займутся учёные, которые уже готовятся к полёту. Специалистам предстоит сделать забор необходимых для прогнозов материалов и составить отчёт. Юлия Таначёва при содействии пресс-службы правительства региона. Вести Камчатка.